приветствую добро пожаловать обратно в арканию падение ситарифа вот мы наконец выбрались из этих подземелий так ну да ситарифа здесь не очень далеко вот здесь уже город и как раз через вот эти потоки лавы под землей через катакомбы вот он вот об этом самым красивым виде во всей игре я и говорил так грозовые вороны от своего рода это амазонки совершенно дикие но скоро мы более подробно о них узнаем жаль не лежит нельзя подоплыть поближе особенно этот вид прекрасен если вам повезло выйти из пещеры вот из этой ночью вокруг темнота а вот это лава так великолепно светится грозовые вороны приплыли он соседнего острова как можно догадаться поймали вот паладинов и до нашего старого знакомого роутера как же я рад тебя видеть эти дуры тут совсем с ума посходили раутер опять они смешные интонации вечно находчивый немного пьяный находчивый раутер ты о ком говоришь о неких женщинах-воинах мародер из соседнего острова называют себя грозовыми воронами явились сюда со своими гарпиями и захватили все до чего смогли добраться я слыхал как моряки рассказывали будто грозовые вороны это обнедышащие великанша с остальными сиськами на самом деле они просто умеют драться понимаешь но во имя белиара почему тебя посадили в клетку мне то почем знать может им рабы нужны но о соседних островах столько слухов ходит говорят будто там одни бабы живут может и мой дружок нужен а их командирша что-то говорила о конфетке и называла меня милым если подумать есть в жизни вещи похоже чем быть затисканным красоткой у старины раутер еще есть порох в порохов лицах да а может они каннибалы зараза обязательно было всю малину обгадить почему ты не все тарифе диего отправил меня обратно со срочным посланием для короля вот тогда то я и наткнулся на этих бешеных бабищ я тебе скажу крутой бой был я их недооценил понимаешь если бы они были на нашей стороне я бы их тут же в гильдию бойцов взял опять крутой бой но тем не менее он в клетке какое послание ты должен был передать робору ситариф по уши в дерьме так архидемон прошелся по нему сравняв город с землей остались лишь разваленный пепел ли и хаген ведут осаду развалин они снова спорят у каждого из них свое представление о том что делать с выжившими сатаривцами они вот-вот друг другу го если король их не померит они и без демона друг друга порешат сначала я вытащу тебя оттуда ты знаешь где может быть ключ? он у предводительницы грозовых ворон ее называют кровавой ланой хорошо я ее навещу осторожнее наверняка эта проклятая баба уже поджидает тебя за углом ланой он улетен чтобы он улетен и Привезли с собой припасы, даже варанскую саблю достали где-то. Амулет грозовых ворон. Обладает загадочной связью с морем. Неплохой такой амулет, но все же для мага наш получше. Так, и эссенции вечности. Тоже мощнейшие эликсиры. Так, и где же они? Каменные кожи. Железный покров. Вон, дыня даже есть. А вот она, эссенция вечности. 380 доспехи на минуту. Хозяин. Выходит, все же есть у них там мужчина. Так, а вот и гарпи. Русские армии. Похоже чем-то на этих демониц Анбаэль. Вот этот страшный звук пантеры, это вот ее какое-то глупое, я бы даже сказал, рычание, ничего вам не напоминает? Лично мне это все напоминает рычание зомби-пехотинцев, зомби-морпехов из Первого Дума, ну и из Второго Дума тоже. Вот, практически точно так же они. Рычание и выстрел из дробовика, но здесь понятно. Дробовиков нет. Продолжение следует... Полным-полно снова предметов накопилось. Различных расходников, можно кучу всего просто наготовить, наварить. Но... Так не хочется этим заниматься, если честно. Отлично! Хозяин будет доволен. Давай! Если бы без этого всего зелье варенья было бы не обойтись, то это... Другое дело. Ну а так... Наверное, именно вот всем этим копанием в инвентаре, там постоянным слежением, постоянной слежкой вот за... Тем, чтобы все было прибрано, наготовлено, все было чисто, опрятно, вот... Все вот этой вот вознёй в инвентаре, наверное, и... Называли разработчики... Всю эту вознюю и называли разработчики десятками часов геймплея. Очень мощная. Вообще не попадайтесь на её вот этот вот удар... Чудовищного меча. Вот... Огненный коготь. Сто процентов поджигает цель, нанося 340 единиц дополнительного урона. Плюс 49, в общем, плюс сильный удар. Ну, с одного удара она бы нас... Завалила. Так, а вот и... Руины... Ситарифа. Всё, что осталось... От прекрасного некогда города. Короля Торн в своей жажде победы над Робором. Не кнушался никаких целей, даже пленить архидемона, за что и поплатился. Так, ну а мы с северной, получается, стороны города подошли. В оригинальной Аркании. С противоположной нам удалось также подобраться к городу, но войти не было дозволено. Сqu私 что3, найдете так Och! Оставали. Улинести. Может ли,嗎. Улинести. 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 Шутик... Заги по руку. Провероны. Ули 넣. Продолжение следует... Чёрт, у тебя клю... Ключ у меня. О, кажется, за мной должок, да? А если у тебя вдруг найдётся немного медовухи для старины Раутера, я на тебе женюсь, честное слово. Напоследок. Так, последний взор кинем на это величественное зрелище. Ну, а направимся дальше. Так, и как видите, руна... Смотрите, как руна восстанавливается под цифрой 8. Справа налево сейчас вот это вот тёмное затенение уходит, а раньше сверху вниз. Такое вот тоже небольшое изменение. Странно, что они пустили на поле боя своих мужчин. Да, видимо, на соседнем острове воюют только с женщиной. Всё больше мне это начинает напоминать боевик про Вторую мировую в какой-то серии уже. Так, в какой же говорил, что вся Аркания мне что-то сильно напоминает боевик. Теперь вот в каких-то военных окопах идём. Да, и у меня страшное просто дежавю, так называемое. Вот сейчас вот прямо сказал про военные окопы. И вообще вот я давно не испытывал чувства дежавю, вот прям настоящего такого, что прям... Ну, вот прям вот как будто бы сто процентов было это событие. Вот именно про окопы, когда сказал прямо вот... Чётко вспомнил, как сижу и рассказываю вам. Ну, вот сейчас играю и записываю, и на микрофон это всё вот диктую. И прям точно вспомнил, что вот, как говорю, что вот понятно, что не могло этого быть раньше, потому что... В принципе, это моё первое прохождение... Видеопрохождение Аркании. До этого я её проходил... Не на запись. Так, ладно. Чёрт с ним, с этим дежавю. Или со сбоем в Матрице. Да, помнится, в Матрице была такая теория. Что дежавю это сбой программы, когда... Агенты пытаются внести в неё изменения. Ап. вспомнил при прохождении готики 4 там когда деревню возле торняра освобождали да точно вот там это все зачистка деревни напоминала пойми 3d action вторую мировую скажу освободить деревню знат каких-нибудь вьетнамцев до паладины стали нежитью рыцари и торно одержимыми бросаются на всех подряд характерно вообще для архитектуры все такое и для южных островов какая-то но все круглые башни такие потом одежда вся такая же расшитая с каким-то восточным оттенком в сфере к слову эти одержимые лутят очень мощно поэтому не стоит попадаться им под горячую руку м и я а а и а и и и Так темно, так холодно. Так, надо проверить. Решетку, пока не ушел сильно далеко. Открыто. Благородный барбюд. Вот благородный ситариевский шлем с забралом. Для стрелков. Так, а это тоже бесполезная для нас вещь. Да тут вообще весь, не знаю, весь разворошен, разворошен весь город. Благородный барбюд. 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 Тридцать два. 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 Эторн шестой провел некий дьявольский ритуал, который задержал демона в этом мире и призвал демона к нему. Поначалу он мог им управлять и заставил его сразиться с нашей армией. Но затем демон освободился и восстал против Эторна и Сетарифа. Где этот демон сейчас? Насколько я знаю, он проник в самое сердце Горы Белого Глаза и взорвал ее. С другой стороны, это, возможно, лишь слухи и простое извержение вулкана. Но говорят, будто демон находится внутри вулкана, где находится источник его злобного духа, захватывающего и людей, и зверей. Да уж, это видно. Какое отношение эта дверь имеет к демону? Это вход в гробницу члена Всетарифской королевской династии. Говорят, будто там находятся древние божественные артефакты. Оружие, амурс, артефакты должны помочь нам... Откуда ты это знаешь? Так сказал Мильтон. Он изучал письмена на древнем камне. Если хочешь узнать больше, поговори с ним. И передай ему, что я не могу открыть эту чертову дверь. А вон и Мильтон, совсем неподалеку. Так, но пока прервемся. В древнюю гробницу королей. Войти все равно пока что не получается. И увидимся в следующий раз.